Всем привет, это Акони из Софтбокс. Кан Даниэль вовсю сейчас судится с одним блогером по имени Пак, который ведет YouTube-канал. В прошлом году он выпустил видео, где он говорил про то, что типа порочная личная жизнь, знаменитого айдола, актера, бла-бла-бла на YouTube. Короче, ну рассказывал про Кан Даниэля. Соответственно, сторона Кана говорит Кан Даниэле, что типа это было видео создано для того, чтобы опорочить репутацию и честное имя Кан Даниэля. Сторона этого блогера, говоря, что да, он создал это видео, но он не знал, что это неправда, он верил в то, что это правда. Он такой, типа, якобы новостью делился. Я, возможно, бы еще поверила бы в это и сказала бы, ну типа да, такое может быть. Но это тот самый блогер, с которым судится Чан Вон Ён из Айв. И насколько я знаю, она вообще победила. То есть она и ее агентство Starship Entertainment, они также с ним судились и выиграли дело, дело клевете. Но он, конечно, подал на апелляцию, пытаясь оспорить вот это решение суда, чтобы не платить такие огромные деньги. Говорят, что за два года существования его вот этого YouTube-канала он заработал 250 миллионов вон, что позволило ему приобрести якобы дом и другие какие-то активы. И самое смешное, что этот блогер Пакш, ну чтобы его, я не знаю, что у него там за канал, возможно, он там в маске сидит, как бы никто не знает, как он выглядит. Потому что на суд он пришел в розовой кофточке, в белой юбке, это мужик, и в парике. И так закрывал лицо все время. Я не знаю, но, видите, этот канал, его был популярен. Почему был? Потому что его уже закрыли. Был популярен тем, что вот так вот клеветал, и такие вот порочащие всякие видео, короче, все на шумихе, грязное белье, либо додумывал что-то, я так поняла. Снимал всякие такие ролики, ну и вот теперь ему все это аукнулось. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok